Работы знаменитого уличного художника Бэнкси в украинских городах до сих пор обсуждают в соцсетях. Английский художник Бэнкси, граффити которого известны во всем мире, оставил свои работы в украинских населенных пунктах, пострадавших в результате войны развязанной России. Фото одного из своих произведений Бэнкси разместил 12 ноября в инстаграм с надписью «Бородянка Украина». На сцене разрушенной многоэтажки художник изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины. Это граффити появилось и на официальном сайте художника, а в Бородянке и также в Ирпене и Киеве есть и другие граффити, выполненные в стиле Бэнкси. Британское информагентство Press Association сообщило, что пиар-служба художника подтвердила его авторство. Одна из самых обсуждаемых работ – мальчик, бросающий на татами дзюдоиста, в котором некоторые усмотрели Владимира Путина. Министерство обороны Украины опубликовало это изображение в Твиттер с подписью «Мы сильнее Давида, они слабее Голиафа», возможно Бэнкси. В Ирпене граффити появилось над дырой в стене здания. На нем спортивная гимнастка в шейном корсете танцует с лентой. Еще одну работу Бэнкси можно увидеть на Майдане незалежности в Киеве. Там художник изобразил двоих детей, катающихся, как на качеле, на противотанковом еже. В сети также есть фото граффити из Украины, где на желтой стене нарисована женщина в халате с противогазом на лице и огнетушителем в руках. Еще один рисунок сделан, как и первое граффити на стене разрушенной многоэтажки. На нем изображен мужчина, принимающий ванну. Украинцы в соцсетях благодарят художника за поддержку. Некоторые подписчики Бэнкси в Инстаграм приглашают его в гости. Подписывайтесь на наш YouTube канал, а также читайте больше свежих новостей и статей на нашем сайте usaus.media Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок